Увидеть своими глазами. Глава региона Юрий Бездудный провел внеплановое выездное совещание в поселке Нельмино. С поводом стал пожар. От огня пострадали магазин и жилой дом. В ходе поездки губернатор осмотрел место происшествия и пост пожарной охраны. Александра Литкова продолжит. Татьяна Саламатова со слезами на глазах вспоминает тот злополучный день, когда от ее имущества остался только пепел. Сейчас женщина ютится у сына, в семье которого пятеро детей, а сам он остался без работы, так как трудился в сгоревшем в тот же день магазине. В ходе общения глава региона Юрий Бездудный заверил пострадавшую, что семья не останется без помощи. У меня сейчас сын остался без работы, у меня пятеро детей, и мне какую-то работу ему надо. У сына? Сгорел магазин, да, не появился. Татьяна Павловна, мы с вами тогда отдельно поговорим и по сыну, и по помощи, которую мы можем вам оказать. Если не бросим, мы окажем помощь. В том числе и посмотрим, чем можем помочь сыну. В местном магазине продавались не только продукты, но и товары первой необходимости и мебель. Юрий Бездудный поинтересовался у главы поселка Михаила Талеева, смогут ли торговые точки поселка обеспечить жителям Нельминоноса продовольствием. Они способны закрыть потребность по продуктам питания, по товарам первой необходимости. По продуктам я думаю, что закроют на 100%. По хозяйству, наверное, закроют Нижнепечерский, но по промышленным будет небольшая проблема. Он в том числе доставлял мебель, мебель давал в кредиты. Напомню, частный дом и магазин сгорели вечером 13 февраля. На помощь местным жителям, огнеборцам и пожарной дружине из Наринмара отправились окружные спасатели. На тот момент, когда мы прибыли, температура была минус 37, начали возникать проблемы с подачей воды на тушение. Рукавные линии перемерзали. Нами были предприняты усилия по возобновлению подачи воды, скажем так, от реки Печора. Что нам удалось на какой-то момент, потом опять, скажем так, произошло замерзание рукавных линий. И на тот момент уже, скажем так, горение продолжалось в завалах. Угроза соседним зданием, она снялась. Причины возгорания выясняют дознаватели. Собранные на месте происшествия. Материалы будут направлены на экспертизу. Тем временем Юрий Бездудный посетил бокс, где находится пожарная машина. Сотрудники отдельного поста поселка пояснили губернатору, почему не удалось спасти оба здания. Виной всему сильный мороз. На сейчас ничего пока нет. Пока проблем нет. Устранили все. А что было? Насос у нас, пожарный насос замерз. Но он же в тепле стоял. Когда выехали замерз. Да, когда выехали на реке, когда были, у нас насос потом замерз. Не мог он у нас работать. В свою очередь Юрий Бездудный отметил, что несмотря на сложности, удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Мы посмотрели сегодня тот бокс, которым хранится пожарная техника. И нужно сказать, что техника находится в боевой готовности. Если вдруг случится какой-то пожар, то готова выехать и его потушить. В целом будут сделаны очень серьезные выводы, связанные и с хранением техники, и с действиями пожарного расчета. Ну и совершенно понятно, что житель поселка потеряла жилье. Мы окажем ей всяческую помощь. И материальную, и нематериальную. По итогам внеплановой поездки на Льминнос глава региона провел рабочее совещание с участием представителей Департамента природных ресурсов, экологии и АПК, Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности, Администрации Заполярного района и Регионального управления МЧС России. Александра Литкова, Леонид Шушилов, Телеканал Север.